Как развить свой эмоциональный интеллект? Вот часто так бывает, что человек начинает хвастаться, пройдя какие-то тестики в интернете. У меня, мол, заоблачный IQ. А потом понаблюдаешь за жизнью этого человека и видишь, что этот заоблачный ничего ему хорошего в жизни не принес. Потому что на самом деле IQ – это такой порочный менеджерский тест, который свидетельствует только о том, насколько хорошим винтиком вы можете быть в какой-нибудь корпорации, работать. А вот есть такие фразы, что «Если ты такой умный, почему ты такой несчастный?» «Почему тебя никто не любит, бедочку, если ты такой умный?» И это как раз про эмоциональный интеллект. А есть еще любимое «Если ты такой умный, почему ты такой бедный?» Вот это уже про социальный интеллект. И если вы хотите развивать свою личность для того, чтобы преуспеть внутренне и внешне, внутренне преуспеть в взаимоотношениях, внешне преуспеть в социуме, сделать какую-то карьеру в социуме, то вам нужно сконцентрироваться на развитии эмоционального и социального интеллекта. Один следует из другого. Эмоциональный интеллект – это способность распознавать мельчайшие оттенки своих эмоций и эмоций других людей. И это крайне полезный навык, потому что если ты в моменте распознаешь, что чувствует твой оппонент, собеседник, возлюбленный или кто там перед тобой сидит, это значит, что ты можешь сориентироваться, переиграть его и забросить мячик на его поле игровое, потому что любое общение – это игра. И вот часто меня, как ведьму, спрашивают, как привлечь мужика. Мне хочется сказать, ну, мать вашу, какого мужика? В какой момент вы хотите его привлечь? Это же всё очень живое, это всё очень гибкое, это всё решается в моменте. А для того, чтобы решить эту задачку в моменте, как раз нужен развитый эмоциональный интеллект. И тут мы начинаем работать, как всегда, с себя. Начни с себя. Мы начинаем отслеживать свои эмоции, что мы чувствуем. Сюрприз. Большинство людей не понимают, что они чувствуют, если это не какое-то сверхъестественное яркое ощущение. «Уи, я так счастлив!» Или наоборот, какая-то унылость в жизни, апатия, мне плохо. Тогда человек задумывается о своих чувствах. Но в большинстве случаев наша эмоциональная система, где-то там в параллельном мире существует, мы не обращаем на неё внимания. И здесь вам нужно в себе развить некоторый созерцательный, отстранённый угол зрения. Как будто бы вы учёный и наблюдаете за лабораторной мышью. И одновременно вы та самая мышь. И мышь что-то там суетится в своём мышином мире, с кем-то общается, что-то чувствует. А учёный наблюдает за этим со стороны и фиксирует состояние пациента. Что чувствует моё тело при пробуждении? Где в моём теле находится та или иная эмоция? Могу ли я переключать эмоции как телевизор пультом? Если я испытываю грусть, могу ли я эту грусть нащупать в своём теле? Но, как правило, она находится, подскажу, между грудной клеткой и солнечным сплетением. И воспринимается как сырой металлический песочек. И вот если ты работаешь с телом, ты начинаешь выдыхать этот песочек, и вдруг понимаешь, что под наблюдением эта грусть развеивается. И я скажу даже больше. Под наблюдением любая эмоция начинает развиваться. То, что вы познавали как нечто плоское, машинальное, само собой разумеющееся, вдруг открывается перед вами как иной загадочный мир. Вы вдруг распознаёте 50 оттенков не серого, а своей тоски. Вы вдруг начинаете потрошить свою влюблённость, которую вы испытываете, и она для вас какой-то монолит, который заставляет вас порхать над асфальтом. И вдруг вы понимаете, что она состоит скроено из конкретных совершенно эмоций. Это длительный процесс. Этому нужно научиться. Это нужно в себе воспитать. Но это самое полезное качество, которое вы можете воспитать в себе. Самонаблюдение. Самоанализ. Но не пугайтесь слова «анализ». Слово «анализ» ассоциируется с чем-то скучным, что ты как будто бы уплощаешь свои эмоции до того, что можно написать на бумажке, а ведь они иногда бывают невыразимыми. Попробуйте описать то, что вы чувствуете сейчас. Подобрать для этого любые эпитеты и определения. Вообще любые. Я чувствую, как будто бы меня обнимает мягкий пуховый платочек. И это есть высшая степень защищенности, которую я, в принципе, способна испытать. Что-то в этом роде. Прямо вот сейчас, буднично, ничего особенного в вашей жизни не происходит. Вы включили ютубчик, а тут я с эмоциональным интеллектом. Но все равно ваши эмоции живут. Даже сейчас, когда не происходит ничего яркого, вы все равно чувствуете. Попробуйте описать, что именно. И когда через какое-то время, через несколько месяцев, а может быть и лет, вы разберетесь с собою и приучите себя к такой вот эмоциональной гигиене. Ведь следующий шаг после чувствования, распознавания – это трансформация. Вы начинаете работать с каждой эмоцией. Вы начинаете убирать, вернее, трансформировать те эмоции, которые вам мешают, в те эмоции, которые вас обогащают. И вам открываются новые уровни тех эмоций, которые казались вам отрицательными. И вот и я, и другие мастера любят говорить, может быть, высокопарные фразы о том, что воспринимай каждую проблему как священный урок. Вот с тобой беда, ты должен выйти защищенным, укрепленным. Нам нужна поддержка с воздуха. Но вы, ребята, держитесь. Ты действительно понимаешь, когда с тобой происходит какой-то трындец, что на самом деле ты проходишь инициацию и урок, когда ты начинаешь за этим трындецом, простите, под лупой наблюдать. А потом ты переключаешься на других людей. Вот сидит человек напротив тебя, живой человек, чувствующий. У него в жизни что-то происходит. Что-то он тебе являет, в лоб говорит, или телом позой своей говорит. А что-то он от тебя скрывает, намеренно или ненамеренно. Не привык показывать теневую сторону своей луны, кому попало. И ты начинаешь наблюдать, думать, а что ты, кто ты такой-то. Вот есть мое представление о тебе. И оно с вероятностью 99,9% иллюзорное. Просто какое-то мнение сложившееся. На основании моего эмпирического опыта, как правило, довольно ущербного. Поскольку нет в нашем мире таких кристальных ситуаций, чтобы наработать эмпирику до состояния экстрасенсорного. Этим приходится искусственно заниматься. Попробуйте понаблюдать за людьми. Изначально это покажется вам как фантазия, какая-то игра. Кто ты такой? Что тобой управляет? Что ты чувствуешь? Ты вообще счастливый человек или нет? Что тебе не хватает для того, чтобы быть счастливым? И тогда ты сможешь сказать в нужный момент нужные вещи нужному человеку. И тогда ты точно будешь знать, как понравиться любому человеку, который сидит перед тобою. Потому что на самом деле ему на тебя насрать. Ему важно то, что в его душе происходит. И от твоей способности понять, распознать как можно больше того, что происходит в его душе, в конечном счете зависит его приязнь к тебе. Захочется ему сделать для тебя что-то хорошее. Или не захочется, разойдетесь, как в море корабли. И дальше следующий этап – это уже социальный интеллект. Когда ты смотришь за движением эмоциональным масс. Ты можешь управлять вниманием коллектива, маленького коллектива в офисе своем или большого коллектива, если ты вышел в люди и хочешь приобрести какую-то широкую известность и репутацию. Но без прокачки эмоционального интеллекта это просто невозможно. Поэтому не будем ждать завтрашнего дня. Прямо сейчас начинай наблюдать за тем, что ты чувствуешь. Каждый момент, повседневно, в будничных состояниях своих. Познакомься с собою, наконец-то. Узнай себя получше. И дальше тебя ждет удивительный путь. И твоя жизнь станет совершенно другой. Намного более полной, полнокровной, счастливой. Вот этого я тебе желаю.